О, ну что, сейчас подъехали ребята с улицы, которая со стороны огорода. Они потеряли кошечку, приехали. Ну, короче, они уже знают, кто-то им рассказал, кто-то им дал мой телефон. Ну, возможно, кто-то из тех ребят, кто у меня уже находил эти кошечек, с кем мы уже обменивались телефонами. Ну вот, приехали. Кошечку я запомнила, телефон я запомнила. Они сказали, что обращались к соседям. То есть, вот к этим живодерским соседям, которые, я так предполагаю, у меня еще и деревья травят. Ближайшие деревья к ним, на клумбе с внешней стороны и, собственно, на участке, они постоянно погибают. Понимаете? Вот, я там видео сняла, ну, видео, посмотрите про это дерево, что интересно. И засняла это само дерево. Возможно, каким-то гербицидом они его впрыскают, что оно погибает. Но они любители попрыскать вот этим раундапом и всеми прочими вот этими ядами, отравами. Вот. В общем, они заехали к ним, а они говорят, мы напишем заявление за незаконное разведение котов на нее. Ну, то есть, то бишь, на меня. Ну, господи. Сидели бы уже, не рыпались. Умудрились с нашей стороны по полметра на протяжении 40 метров землю оттяпать по-наглому. И у тех соседей тоже оттяпали. И сидят. Если сейчас мы и те соседи, та волонтер, и я подадим на них, как говорится, в суд, чтобы они вернулись к законным границам, то им придется с той стороны еще и баню свою сносить, потому что она поставлена с нарушением, получается. Если там они сдвинут этот забор на метр, то сами понимаете. Ну, тут с нашей стороны они вагончик-сарай вынуждены будут передвинуть. Тут ущерб-то будет небольшой. Они выходят перед тем, как вот этот, как говорится, грубо говоря, сырбур этот весь затевать, хотя бы подумали о последствиях своих. Их забор, их участок сейчас существует в таком виде, в какой он есть, только благодаря нашей доброте. Моей и вот той соседке, тоже волонтер, которая с котиками, Лена. Потому что они и у них, и у нас оттяпали, я же говорю. Вот у нас там 40-50 сантиметров, но у них, по-моему, там чуть помощнее. И вот, представьте себе, 50 сантиметров на протяжении 40 метров. Я не знаю, но там она сама бывшая судья, а он, ну, якобы 25 лет служил в Северном флоте. Но когда мой муж называет какие-то морские термины, употребляет, пользуется там подволок, там переборки и так далее, говорит, что это такое, представляете? То есть, рундук, он прослужил во флоте, говорит, 25 лет, и он не знает ни одного морского слова. Правда, забавно? Он говорит, ну, как это ты не знаешь? Если ты в военном флоте послужил 25 лет, как ты не знаешь специфических морских названий? Ну, вот, в общем, вот так вот. Вот такая забавная семейка там. Произживает странная. В суд он собрался подавать за незаконное разведение котов. Блин, ну, это вообще песня. Вот каждый день вот какая-то гадость. Ну, вот, ну, дня нет, чтобы какая-нибудь гадость не привалила. Тут еще, блин, несчастья Геры нет. Вот второй день, вообще ужас. Еще, как назло, сильное похолодание, льет дождь. Я не знаю, где Гера. Я прям в ужасе вся. Вот эта кошечка, блин, еще тоже у них пропала. Обменялись телефонами. Не знаю, в общем. День ото дня не легче. Вот все соседи, как соседи, блин. Ну, вот эти, три вот этих вот. Вот тот живодер, который впереди. Вот он, вот этот вот, который через забор. И еще новенький, который там все повякивает. Ну, в последнее время что-то затих. Возможно, понял, раскусил вот этих двух, которые бегали, его все подстекали. Не знаю. Но манера тоже какая-то странная, отвратительная. Когда он тут пожар устроил, говорит, дайте мне записи с вашей камеры. Я ему говорю, у меня нет камеры. Вы мне его просто не хотите дать, мне эти записи. Дайте мне записи с камеры. Я ему объясняю. У меня нет камер наблюдения вообще. Он с меня еще какое-то время потребовал. Я уже начала сомневаться. В Сибири он вообще человек. Вы понимаете, что вы препятствуете... А, его тогда обворовали, да. Вы препятствуете, типа, расследованию. Я говорю, у меня камер нет. Что я вам могу дать? Ну, только это тоже неадекватно, по-моему, такое. Не то, что слегонца, а так по полной. Ну, все остальные, блин, соседи, как соседи. Ну, вот эти же, блин. Томечка, ты как? В общем, полный раздрай. Вот не поверите. Вот и попробуй, блин, тут поснимай веселые видео. Да, Ванечка? Ты мое солнце. Дай мама глаз вытрет. Подожди. Блин, да что ж неудобно одной рукой-то? Надо как-нибудь попросить там, чтобы человек рождался, ну, хотя бы с четырьмя руками. Ну, очень неудобно.